320 лет назад вышла первая российская газета, основанная Петром Первым. С тех пор профессия журналиста пережила не одну трансформацию. Расширялась жанрова по числу специалистов и даже с точки зрения конкуренции. В последние годы на пятки пишущие профессиональные братья наступали блогеры, а сейчас еще и искусственный интеллект. Но несмотря ни на происки конкурентов, ни на разные ограничения, профессия живет. Только в нашем регионе в сфере СМИ трудится тысячи человек. А в прошлом году активную деятельность начал Краевой союз журналистов. Главная наша цель – это защита социальных и трудовых прав журналистов, их безопасность, поддержка этических и профессиональных стандартов. Мы находимся в поиске необходимых и полезных для СМИ решений по разным профессиональным вопросам. В новом 2024 году мы планируем сделать Алтайский союз журналистов главной площадкой для обмена профессиональными мнениями и опытом в регионе. А опытных представителей профессии у нас достаточно. Так ушедший 2023 выдался удачным и для нашей редакции. Накануне профессионального праздника Дня печати корреспондентам телеканала «Толк» вручили дипломы первой и второй степени в краевом конкурсе. Жюри отметила не только наши сюжеты, но и программы. Внимание и место на пьедестале удостоилась новая рубрика «Я раскаиваюсь», уникальная для алтайского телевидения. «Я раскаиваюсь» – один из самых просматриваемых проектов на нашем телеканале, на ютубе, в социальных сетях. Его смотрят, но при этом критикуют. И то, что «Я раскаиваюсь» оценили на таком высоком уровне в Союзе журналистов Алтайского края, лишь подтверждает мою мысль о том, что эту работу нужно продолжать. Победителями первого конкурса Алтайского отделения Союза журналистов России стали 10 журналистов из Барнаула, Бийска, Камни-Наби, Благовещенского и Ребрихинского районов. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.